Добрый день! Меня зовут Наталья Евгеньевна Грейс. Что же удалось выяснить специалистам по нейролингвистическому программированию? Мы уже поняли, что секреты чужого успеха это не красота, не какой-то явный талант, это не деньги, не страна проживания. Значит, это что-то другое. Возникает вопрос, что даже после того, как я нарисую, что это, и напишу, не все люди будут пользоваться этим, а только, может быть, один на сто тысяч человек. Именно у этих людей и будут дополнительные шансы на то, чтобы достичь высоких результатов. Оказывается, самый первый фактор – это цели, сформулированные письменно. Очень часто на семинарах я задаю людям вопрос, каковы ваши цели, например, на ближайший год. И по многим лицам я вижу, что люди задумались об этом впервые на семинаре. Они начинают закатывать глаза, кто-то отводит взгляд в окно, ручку в рот и размышляют, а действительно, какие же у меня цели на ближайший год. Только один раз, я помню, женщина перелистнула несколько листов еженедельники и посмотрела, то, что у нее там явно было записано в начале года. И вот есть очень удобные моменты в течение года. Это день рождения и Новый год, когда нужно подводить некоторые итоги, что было достигнуто, в чем вы, может быть, не совсем были довольны собой. Эти моменты удобны для того, чтобы нам ставить себе новые рубежи. Поэтому, если в начале года или за несколько дней до Нового года вы не прописали себе, что же вы хотите изменить, чего вы хотите добиться, то есть вероятность того, что еще через год вы просто на год состаритесь, и этим ваш год закончится. Так вот, письменность – это всегда конкретность, письменность – это всегда ясность. Причем цели не должны быть размытыми, типа добиться настолько многого, насколько это возможно. Или, например, развивать фирму. Понятно, что ни один директор организации не хочет, чтобы фирма деградировала, если речь, конечно, идет о нормальном человеке. Все должно выражаться в параметрах конкретности. Например, что значит развивать свою студию? Если бы сформулировано было конкретно, в течение шести месяцев купить три камеры мини-диви, одну камеру или две камеры батакан, такие-то конкретные магнитофоны, микрофоны таких-то фирм с такими-то контактами, то это была бы уже более конкретная постановка задачи, чем просто развивать фирму и улучшать техническое оснащение. То есть вот эти размытые мыльные пузыри развивать, улучшать, хорошее, много, как можно больше, улучшить жилищные условия. Что значит улучшить жилищные условия? Если бы человек, например, конкретно структурировал себе задачу повысить доход на определенное количество денег, расписал, каким образом он собирается повышать свой доход, сколько в месяц он будет откладывать, и к концу года, предположим, он покупает комнату и сдает ее. Это было бы улучшением, пусть даже не своих жилищных условий напрямую, но это шаг к дальнейшему приобретению, предположим, квартиры. Если же будет просто ни о чем, общие слова, улучшать свое профессиональное мастерство. Может быть, если ты, предположим, адвокат в суде, тебе нужно посетить 5 различных курсов ораторского мастерства в этом городе, 100 раз выступить на различных аудиториях с попытками произнести свою защитную речь, изучить принципы аргументации. Что конкретно в твоем случае означает улучшить профессиональное мастерство? Поэтому все люди, которые формулируют свои задачи и псевдоцели, как улучшить, углубить, расширить, эти люди будут получать в итоге ноль без палочки. Есть такая обтекаемая фраза, и мы ее запишем себе. Дать все лучшее детям. Люди, которые дают детям все лучшее, на самом деле не дают ничего. И если у конкретного родителя нет конкретного плана развития конкретного ребенка на конкретный год, в какой день и в какой месяц что именно происходит, то через год вы также будете стремиться дать детям все лучшее и говорить детям все куплено. А по финалу ребенок не будет использовать те свои возможности, которые мог бы. Итак, один из секретов заключается в конкретности мышления. И чтобы эти цели были нежеланиями, в одной из наших первых бесед мы говорили, что желание, не ставшее целью, это большая проблема, греческая буква алфавита, в которой находится человек в большой проблеме, не сформулировавший цель, но имеющий желание. Сотрем эту красоту и перейдем к пункту 2. Оказывается, что у многих людей есть цели, но почему-то они не написали план достижения этой цели. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Да, и у меня есть целых два плана. Вот предположим, у Сергея Есенина был план, как переименовать Тверскую в Есенинскую. Не просто вот в мою бы честь улицу переименовали, а он конкретно просчитал все, сделал некоторое количество десятков табличек у местного кузнеца с надписью «Есенинская». Договорился с Мариингофом, взяли необходимые инструменты и ночью ходили, отколупывали таблички с надписью «Тверская» и прибивали в послереволюционной Москве таблички «Есенинская». План запишем мы здесь себе. Есть ли у тебя подробный план со сроками? Сроки. Когда это должно произойти? Третий пункт. Вызывает мой особенный пристальный интерес. Это буковка «Д», означающая «действие». Но не просто действие, а фанатичные действия в направлении заданного результата. Есть такая поговорка, что в этой жизни чего-то существенного достигают только фанаты. Фанаты в хорошем смысле этого слова, потому что вот если взять одно и то же человеческое качество, например, упорство, оно в своем пределе переходит в козлиное упрямство. И если, например, человек упрямый, это значит, что в нем есть потенциал упорно действующего человека, но важно сосредоточить его действия в заданном направлении. Четвертый фактор – это письменный анализ результата. И все граждане, которые в Новый год не сдают анализы самому себе, они этот год проживают бесплодно и нерезультативно. Здесь и пересмотр цели, и коррекция своих действий. Или, например, если вы понимаете, что эта цель не ваша, а навязанная, подсказанная, и вы ее переформулируете, это нормально. Человек не то, чтобы создан ошибаться, просто он имеет святое право на ошибку. И мы запишем себе – человек или я имею святое право на ошибку. И как таковых ошибок нет, есть просто опыт. Опыт и обратная связь. Потому что если бы я не совершала ошибок, я была бы роботом запрограммированным, который действует идеально, который не оступается, который живет скучно и неинтересно. И оказывается, что многие гении человечества следовали этому клише. Четко сформулированная цель, подробный план достижения этой цели, фанатичные действия в направлении заданной цели, письменный анализ результата и последующая коррекция, и еще так называемый фактор B – это фактор внутреннего благородства намерений. Потому что если брать таких господ, как Гитлер или Нерон, или Наполеон, или Александр Македонский, эти люди были погребены под обломками собственных империй. Они имели высокие цели, они имели четкие планы, стратегически выстроенные, сроки к этим планам, они умели действовать, и они были достаточно фанатичны в своих действиях. Нельзя сказать, чтобы они не сосредоточили все силы своей души и тела на достижении этих целей. Нет, они сосредоточили, но дело в том, что если в корешке где-то внутри фундаменте что-то подгнило, то и вся крона, она рано или поздно непременно рухнет. Маленький червячок может разрушить большое дело. И вот этот червячок, он обычно четко знает, что гораздо эффективнее точить корень или ствол у самого основания, чем что-то там собирать на листочках. Подумаешь, червяк, яблоки. Итак, вот она база. Внутреннее благородство намерений, ради чего я действую. По крайней мере, мы не можем быть всегда, конечно, идеальными, идеально честными, идеально порядочными, но есть к чему стремиться. И такая простая вещь, как, например, слово чести, она должна быть у вас среди тех вещей, о которых вы думаете. Вообще, что такое слово чести? А весит ли что-нибудь в ваше слово? Вот если вы что-нибудь сказали, вы себя связали обещанием своих уст, или вы вначале сказали, а потом обдумываете, как бы так избавиться от нежеланных обязательств? Запишем себе, ценить свои слова, то, что вы сказали. Сложилась какая-то ситуация, в которой вы недовольны собой, своим поведением, тем, как вы выглядели и говорили. Вы перестаньте переживать на эту тему, но хладнокровно распишите свои действия, чем именно вы недовольны. Проанализируйте, почему вы так поступили, и найдите тот пусковой момент, в котором вы ведете себя неправильно. Например, вы чувствуете, что все время в одних и тех же типичных ситуациях у вас срывает крышу, и вы начинаете вести себя злобно и агрессивно. Или, например, когда складывается ситуация, что подходит некая дама и говорит, хотите, в горшочке вместе поплаваем, давайте откроем крышечку и понюхаем чужое. Вы говорите, ой, да что там лежит. Вам начинают объяснять, вы обсуждаете, потом чувствуете себя гадко, у вас возникает чувство вины, потраченное зря время, образы чужие наполняют вашу голову, вы служите голубям мира в чужой семье, у вас возникают проблемы. Вот оно пошло. В тот момент, когда вы поняли, что это горшок, вы скажите, большое спасибо, но мне это неинтересно, или ой, что-то дурно запахло. Если вы письменно проанализируете результаты своих действий и поступков, то вы придете к тому, что будете становиться лучше с каждым днем. Рассмотрим, что такое эффект плацебо. Запишем себе. Эффект плацебо или пустышки изобрел его французский аптекарь Эмиль Коэ. По латыни пустышка это плацебо. В медицине известный плацебо-эффект, когда человеку говорят, что данный препарат содержит очень сильно действующий компонент. Этот препарат может быть горький или, например, красиво подан или в дорогой упаковке. Человек верит в то, что он дает действительно хороший эффект. И у каждого лекарства в той или иной мере существует плацебо-эффект. Например, если вам дают какую-то витаминку и говорят, сейчас вам станет легче, а вы, предположим, мучаетесь от головной боли. Это можно использовать. И в отношении детей, и в отношении истерически настроенных людей, которые приходят, доктор, доктор, сделайте мне укол, у меня все отваливается, физраствор внутри мышечного, он мне легче под иглой. Но дело в том, что некоторым действительно укол дает лучше результат, не только потому, что вещество непосредственно сразу попадает быстро в кровь, но потому, что эффект от укола, от иглы, он намного ощутимее человек четко понимает головой, что ему что-то сделали, следовательно, должно помочь. И все реакции наши запускает голова. Вы, наверное, слышали об экспериментах, когда человеку внушают состояние гипноза, что дотронулись горячим предметом до его руки. У него возникают ожоги, пусть в небольшой степени, там, предположим, первый, в зависимости от внушаемости, у кого покраснение, у некоторых даже волдыри, во всяком случае, ощущение однозначное, если вы ждете, что этот предмет горячий, вам прикоснулись, у вас желание дикое отдернуть руку, и кажется, что там действительно горячий предмет. То есть, серий, что пальцем в ребра, и если вы ждете пистолета, у вас полное ощущение, что это металлическое дуло. Что ждем, то и получим. Таким образом Куэ пришел к этому? Однажды ночью к нему пришел пациент, который требовал морфия. Но без рецепта морфии невозможно было отпустить. Тогда он ему дал просто другой нейтральный раствор. Тот его принял и сказал, о, мне легче, я беру у вас много. Куэ задумался, у него была предпринимательская жилка. И он стал продавать богатым людям некую фразу. Он брал с них обещание о неразглашении, обещал, что эта фраза, которую вы будете произносить в расслабленном состоянии несколько раз в день, ежедневно, через месяц приведет к тому, что у вас во всех отношениях, в делах, в семье, во всем, в здоровье, дела будут идти на лад, во всяком случае, намного лучше с каждым днем. Фраза была такая. С каждым днем во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше. С каждым днем во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше. И когда человек себе это произносил и внушал, у него с каждым днем во всех отношениях дела шли все лучше и лучше. Люди были довольны. Никто не потребовал свои деньги назад. Когда изобретатель гипноза, Месмер, проводил эксперименты с магнитами, когда он внушал какие-то фразы людям, которые добровольно на это соглашались и хотели этого, то вот вся атмосфера, освещение по углам, какие-то бурлящие растворы в колбах, все это производило впечатление на людей соответствующим образом. И люди лучше верили, а если они верили, то это начинало работать. И в нас будет работать все, во что мы поверили. Возможно, абсолютно все, во что вы поверили. Как? А возможно, чтобы был свой телеканал? Все, во что вы поверили. А своя радиостанция? Все, во что вы поверили. Потому что вы поверили, вы приняли сюда в голову. А своя адвокатская контора? Все, во что вы поверили. А возможно ли стать миллионером и остаться честным человеком? Все, во что вы поверили. Почему-то люди всегда противопоставляют честности и богатству. Наверное, потому что Бальзак сказал, что за всяким большим капиталом кроется преступление. Но этот предмет вы изучите самостоятельно дома. А фразу Эмиля Коэ мы запишем. И его плацевый эффект. Теперь вы, люди грамотные, можете использовать, например, какой-нибудь чрезмерно впечатлительный человек говорит, что он принял жирного, и у него безумно болит живот. А вы говорите, что вы знаете некую точку, и ее нужно нажать и подержать минут 5, но будет больно, но надо потерпеть, и боль пройдет. И вы выбираете какую-нибудь точку, нажимаете сюда, во-первых, отвлекающий эффект. Определенная зона мозга анализирует, что сейчас здесь происходит. Вы сдавливаете, надо выдержать 5 минут. Обязательно нужно выдержать 5 минут. В большинстве случаев делается легче. Или вы можете сказать, что у вас есть дар убирать головную боль. Вы можете положить руки на голову человека, при этом верить, что ему станет легче. И многим становится легче. Одна девочка обратилась к гадалке. Вот что-то она там хотела выяснить, кого-то приворожить. Знаете, как в газетах объявление? Приворожу безгрешно. Это очень умиляет. Такие лица ужасные. Лицо ужасное, доброе внутри. Приворожу безгрешно. Сидят там, колдует из мышиных хвостов. Все хотят ничего не делать. Туда три раза плюнут, здесь три раза свистнут. Тут 100 китайских поклонов. И у тебя все идет просто как по маслу. Так вот, пришла к гадалке, а та ей говорит, у вас все хорошо, но вот должна сильно болеть голова. Та в шоке говорит, нет, не болит, а должна. К вечеру того дня у нее дико начинает болеть голова. С тех пор болит уже год. Приходит учиться сюда, все время какие-то таблетки пьет, говорит, пьюсь для самоуспокоения, ничего не помогает. Все время думаю о той ситуации. Я говорю, так она вас запрограммировала, потому что вы поверили. Она говорит, что нужно сделать? Что бы вы ей посоветовали сделать? Вот вы бы что посоветовали? Знаете, какие-то отвлекающие моменты. Ну вот таким людям на самом деле очень помогает установка, любая там. Можно сказать, напишите на бумажке головная боль, теперь подожгите, спустите в унитаз. Больше она никогда не придет, помашите ей рукой. Я сняла с вас блог, можно что-то там сделать такое. Эти люди очень впечатлительны. По этой причине, кстати, не стоит ходить к гадалкам, ворожеям, потому что они могут вам наболтать что-нибудь, и вы будете подспудно этого ожидать. Одной женщине сказали, да, пять раз разведешься, только потом на шестой раз нормально замуж выйдешь. У нее как малейшая ситуация, любая проблема, она, да, мне сказали, надо пять раз развестись, только на шестой раз все сложится. Она чуть что сразу разрывала отношения. Но до шестого брака она не дожила, исчерпала свой ресурс. Поэтому, возможно, все, во что мы поверили. И запишем себе. Залог успеха заключается не в том, чтобы действовать идеально, а в том, чтобы действовать много. В том, чтобы действовать много. Поясню, что значит действовать много. Есть такая интересная цифра 48. Есть поговорка. Нет того проекта, под который тебе в 48 месте не дали бы денег. Но редкий человек настолько хочет проспонсировать свой проект, что в 48 мест будет стучаться с просьбой о финансовой помощи. Тогда как в книгах, дающих нам финансовые знания, существует такое понятие, как ДДЛ. Деньги других людей. Денег множество в этом мире. И если вы не будете достаточно смелы для того, чтобы воспользоваться деньгами других людей, кредитными средствами банков, то в таком случае не имеется в виду потребительский кредит. Потому что потребительский кредит это для голодранца. Он не умеет откладывать, не умеет тратить меньше, чем зарабатывает. Хочет взять ту вещь, на которую еще не заработал, потом попадает в проблемы. Речь идет о кредитах на недвижимость или на развитие бизнеса. Так вот, говорят, нет того проекта, под который в 48 месте тебе не дали бы денег. Это говорит о законе больших чисел. Это из математики. Закон больших чисел. Если ткнуть прохожего пальцем, то очень маленькая вероятность, что он окажется художником. Но если взять, например, тысячу человек, вероятность намного больше, что среди них окажется хотя бы один художник. Поэтому залог не в том, чтобы действовать идеально, а в том, чтобы совершать большое количество попыток. И возникает вопрос, а что считать большим количеством? Специально для трудящихся я сформулировала ЗКП. Закон количества попыток. Этот закон говорит, что при большом количестве попыток хоть одна из них достигает цели. Пример. Положим, сидит стрелок, великолепный чемпион стрельбы из пистолета. Мы ему вешаем мишень, даем пистолет, даем стопуль, но завязываем глаза. И он целится в различных направлениях, выпуская стопуль, в надежде, что хоть одна да попадет. И второй человек, одноглазый, еле видит одним единственным глазом. Руки и ноги дрожат. Пистолет в руках никогда не держал. Мы ему тоже даем пистолет, стопуль, но показываем четко. Вот мишень, друг, держи, целься. Тебе стопуль, целься туда, старайся выстрелить, попасть. Вот шансов больше у одноглазого. Расскажу байку. Когда я была студенткой, я подошла к ларьку, где продавали сосиски. Мне очень тоже хотелось этой сосиски. Была очередь, был мороз возле гостиного двора у перехода. Я взяла сосиску и помню, вот это, знаете, ощущение холодного воздуха, вот этот студенческий голод, и ты цепляешься в эту горячую, жирную сосиску. Вот, и смотрю, возле ларька голуби. А вы знаете, зимой голуби, да, у них что-то с лапами обычно происходит. То ли их там мальчишки на ниточку ловят, то ли еще что. У кого морозом побит, в общем, без пальцев. Кто-то с одной целой лапой, кто-то с двумя, у кого две целые лапы, они так быстро отщепляешь кусочек сосиски, они до нее быстрее добегают и съедают. А один голубь был с двумя палочками, у него от пальцев ничего не осталось. И он все время падал и крыльями как бы пытался упираться, но когда он добегал, уже всю сосиску съедали, ему оставались только крошки. И я подумала, что-то как-то несправедливо. Подошла, короче, к этому голубю, остальные их ногой отогнала и стала ему жирные кусочки мяса бросать. И подумала, что вот, наверное, Бог тоже вот так на нас смотрит. И когда иной раз у людей есть все возможности для того, чтобы что-то сделать, и они бегут изо всех сил сами и говорят, я сам всего добился, а Бог их ножкой отодвигает и говорит, ну, наиболее жирные кусочки мяса должны получить другие люди, у которых, может быть, с чьей-то точки зрения возможностей меньше. Поэтому все дело не в возможностях, вернее, все дело не только в них, но очень важно в состоянии сердца. Так, голубь очень хотел сосиску, и он очень на своих палочках старался бежать. Почему? Потому что четко сформулированная цель дает определенные преимущества. Не исходно высокие данные, а четкое осознание цели. Вот если бы он сидел и не дергался на своих культяпках, ничего бы не было, так бы и замерз. А поскольку он проявлял хоть какую-то активность, то его заметили. Запишите себе, чтобы тебя заметили, надо проявлять активность. Мы ценим только то, за что положили цену. И цена иногда должна быть невероятно большой. Будем продолжать наши беседы на тему самореализации, потенциал личности, повышение самооценки, законы лидерства и все в таком роде. А в следующий раз мы вопросов коснемся, связанных с трудоустройством. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ